Всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Я вас тут безумно рада видеть, как всегда. Сейчас приехала в Мегу и буду снимать шоппинг-влог. Конечно же, первым делом я зашла куда? Правильно, в свой любимый H&M. И нашла там вот такой вот свитерок. Он очень теплый, прям безумный. Тут состав на минуточку, стопроцентная шерсть. Я пока снимала вам, крутилась, вертелась перед зеркалом, мне стало очень жарко в нем стоять в помещении. Мне нравится, что он укороченный, и за счет этого он очень классно подчеркивает талию. Да, я считаю, что даже полным девушкам можно носить укороченные приталенные вещи. Мне тут очень понравился рукав. Он объемный, как я люблю. И я вам сейчас покажу его поближе. Он вязанный этот свитер. Кстати, когда я была в магазине, там много раз повторяли, что скидка 20% на вязанные вещи. Не знаю, относится ли этот свитер к данной акции, но учтите, если вам нужны вязанные вещи, можете посмотреть их в H&M. Также у этого свитера базовый приятный оттенок и горловина объемная и широкая. Я очень не люблю, когда горло передавлено как-то вещами. И мне нравится, что тут абсолютно это все свободно. Также можно расстегнуть, если вы пожелаете, если там станет очень жарко. Мне кажется, что это прям очень классный свитер на зиму, несмотря на то, что он короткий. Опять же, с высокими штанами у меня очень высокая сейчас посадка на штанах. Это удобно. Сняла вам артикулы этого свитера и стоит он 4000 рублей. Но я думаю, это как раз обусловлено тем, что тут состав очень хороший, 100% шерсть. Теперь у нас рубрика с вами эксперименты. Я взяла вот такое платье, потому что я хотела на самом деле найти рубашку, но ее не могла найти. И взяла его просто поддеть под жилет, который вы сейчас увидите после того, как я покажу вам артикулы и цену. Вдруг кому-то все-таки нужно именно такое платье. В общем, вот какой лук я хотела составить, но с обычной белой рубашкой. Я почему-то такую не нашла. Нашла уже, когда выходила из магазина, случайно заметила. Этот жилет очень необычный, потому что он длинный. Он длиннее колена. И выглядит это прикольно. Можно это как-нибудь, наверное, красиво стилизовать. Просто если у вас больше опыта, чем у меня, в подборе луков разных, там, одежды. Не знаю, мне кажется, что в моей голове этот образ выглядел лучше. Но, тем не менее, я решила вам его все равно показать. Почему я еще хотела найти рубашку? Потому что в рубашках есть воротник. И мне кажется, что тут с воротником образ бы смотрелся как-то интереснее, возможно. Плюс можно было бы добавить сюда акцент в виде ремня. Таким образом обозначить талию. И фигура смотрелась бы не такой прямоугольной, какой она смотрится сейчас. Не знаю, пишите, что вы думаете насчет этого образа. Он довольно-таки необычный. Наверное, не всем понравится. Может быть, вообще никому. Но, опять же, решила все равно вам его показать. Джемпер этот стоит 1700 рублей. Опять же, вам покажу, конечно же, артикулы. И чаще всего я просто беру Excel размер и примеряю его в H&M. Потому что линейка Plus Size у них теперь только онлайн. Давайте теперь с вами обсудим рубашку, которая запала мне в душу, в самое сердце. Прямо безумно понравилась. И, кстати говоря, наверное, предыдущий жилет можно было бы не извращаться с тем платьем, полупрозрачным рубашкой, платьем, и надеть на эту рубашку. Но просто, я думаю, вы понимаете, что вся прелесть как раз этой рубашки и заключается в этом прекрасном воротнике. Поэтому я не хотела его закрывать. И мне она как раз этим и безумно понравилась своим воротником. Ты надеваешь эту вещь, и все, как бы образ готов. Да, она очень акцентная, на мой взгляд, опять же. И это одна из тех немногих вещей, которую, в принципе, можно не заправлять. Вы знаете мою тягу к тому, чтобы заправить абсолютно все, что я ношу. Я, конечно, это сделаю чуть позже. Но, в целом, мне кажется, что эту рубашку можно и так носить. Расправлена она тоже прекрасно выглядит. Что касается самой рубашки, отойдем немножко от этого чудеснейшего воротника. Она, в принципе, стандартная. Знаете, мне нравится ее длина, что она в меру длинная. При этом она очень объемная, широкая. У нее широкие рукава. Оверсайз фасон. И это очень удобно, на мой взгляд. Напишите обязательно в комментариях, понравилась вам эта рубашка или нет. И я вам хотела еще отдельно снять, как со спины выглядит этот воротничок. Тоже, мне кажется, очень прелестно. Решила вам также поближе снять эти чудесные рюши, которые делают эту рубашку такой уникальной. Вместе с воротничком, конечно же. И показать вам артикулы, как всегда. И стоит эта рубашка 3,300. Взяла примере черное платье. Долго показывать его не буду вам отдельно, потому что оно не очень удачно как-то село на мою фигуру. Я, во-первых, думала почему-то, что оно будет подлиннее. Но нет. Но потом я подумала, а почему бы и на него надеть жилет? Не попробовать, по крайней мере. Не посмотреть, как это будет выглядеть. И в целом мне это понравилось. Если бы у меня еще были надеты черные колготки, мне кажется, выглядело бы, в принципе, неплохо. Это единственное, что я думаю. Платье, возможно, нужно было взять немножко длиннее. И было бы, наверное, здорово, если бы на платье по бокам не было бы вырезов никаких. Просто мне кажется, что странно выглядит, когда нажалите эти огромные вырезы. И также еще дополнительно на платье. Пишите, что вы думаете по поводу этого лука в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Ну, а мы с вами тем временем переместились уже, конечно же, в Киаби, в отдел плюс сайз. И давайте, пожалуй, начнем с джинс, который я нашла. Это модель мам джинсы. И, кстати, вот это 54 размер. И у меня мои черные тоже 54, но почему-то они гораздо больше. Не знаю, возможно, они немножко разносились. Эти джинсы идут на резинке. При этом очень хорошо утягивает конкретно вот этот шнурок, который тут есть. Штаны эти идут на высокой посадке. И это очень удобно. Я обожаю такую посадку. Мне кажется, это самое лучшее вообще, что люди придумали в свое время. Мне нравится цвет этих джинсов. Тут глубокие довольно-таки карманы. И я подвернула одну штанину, вторую вот можете посмотреть, как она выглядит в неподвернутом виде. Но мне все-таки больше понравилось, как выглядят штаны, когда они подвернуты. При этом, несмотря на то, что я подвернула штанину, мне кажется, что нога от этого короче не стала. Но выглядят они хорошо. Они так немножко свободны в зоне живота. Но это тоже, мне кажется, даже к лучшему. Это как-то максимально просто удобно ощущается. Как я уже и говорила, я брала 54 размер. Стоят они 1900 рублей. И, конечно же, можете посмотреть артикул. Теперь давайте с вами обсудим джемпер, который я нашла в отделе Plus Size, опять же. И, кстати, он не так часто обновляется. И раньше этот джемпер не видела. Мне он понравился тем, что он очень объемный, уютный, красивый такой молочный оттенок у этого джемпера. И он очень приятный на ощупь, особенно внутри. Очень мягенький. Базовая вещь в осеннем гардеробе, на мой взгляд. V-образный вырез, который я очень люблю. И мне кажется, что вместе с голубыми джинсами этот джемпер смотрится просто чудесно. На каждый день очень классный лук. Джемпер этот сейчас стоит 1100 рублей. До этого стоил 1500. Размер XXL. И тут вот я сняла, что российский размер, это 56-58 я примеряла. Нам с вами уже осталось совсем немного вещей обсудить. А именно две. И вот одна из них. Это прелестная блузка. Хотя сначала, на самом деле, когда я ее только заметила, она мне, не могу сказать, что прям очень понравилась. Но потом, когда я примерила ее именно с этими джинсами, мне кажется, что они очень здорово перекликаются между собой. Цвет джинс и эта блузка. Тут по бокам на плечах есть рюши. И также на рукавах есть рюши. И из необычного, что мне понравилось вообще в этой всей блузке больше всего, это, конечно, ее квадратный вырез. Не так часто я встречаю вещи с квадратным вырезом. И эта блузка немножечко просвечивает. Поэтому внутри вот черный есть подклад. На самом деле, мне больше нравится, когда эта блузка заправлена в штаны. Мне кажется, она так выглядит лучше. Но при этом мне не до конца нравится вверх этих джинс. Мне не очень нравится вот этот вот шнурок, который как раз и фиксирует джинс. Поэтому даже не знаю, как лучше носить. И, конечно же, артикулы можете посмотреть. И последняя вещь на сегодня. И получился у нас, кстати, с вами целый образ. И с блузкой, и джинсами, да, и жакет я подобрела. Но, кстати, мне кажется, что, возможно, этот жакет с черными брюками смотрелся лучше. Не знаю, напишите, что вы думаете. Мне понравился этот жакет своим цветом. Очень красивый хаки цвет. Я, конечно, поняла, что больше люблю удлиненные жакеты. Мне как-то комфортнее. Мне кажется, что они вытягивают визуально силуэт. Этот обычный стандартной длины. Не укороченный, да, при этом не удлиненный. Но, в целом, тоже неплох. Насколько я поняла, пока примеряла этот пиджак, он застегивается только на одну нижнюю пуговицу. Также у этого пиджака есть карманы. И еще я думала о том, что когда на линии бедер, а у меня это самая такая широкая часть фигуры, заканчивается одежда, то она может ее, мою фигуру, утяжелять визуально. Но при этом мне не кажется, что жакет как-то визуально меня расширяет. Наоборот, мне кажется, что он даже немного меня стройнит. Я вот сейчас отдалю камеру немножечко. И посмотрите, как выглядит этот образ. Мне кажется, что наоборот, им бедра раскрываются даже. Кстати, сейчас очень приятная цена на этот пиджак еще, потому что он стоит полторы тысячи рублей, хотя до этого он стоил 2 500. Так что целая тысяча скидка. Я считаю, надо брать, если вам нужен, конечно, такой пиджак. Всем огромное спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Мы с вами совсем скоро увидимся в новых моих видео. Всем пока!